Сегодня ровно год как не стало Казбека Гикеева. В декабре прошлого года один из лучших сотрудников нашей телекомпании после прямого эфира в Весте не дошел до дома. Громкое убийство молодого журналиста в стране вызвало широкий резонанс. Если нам, коллегам и друзьям по сей день сложно поверить, что Казбека больше нет рядом с нами, то каково его родным, его матери? О его ярком, коротком и потому трагическом пути наш первый материал. Его работой были новости. 5 декабря 2012-го новостью дня стала его гибель. Темный переулок в Нальчике, встреча с девушкой после вечернего эфира, вопрос казалось случайных прохожих. Ты Казбек Гикеев? И выстрелы в упор. С того дня мать никогда не снимает с руки кольцо. Сыновья, близнецы Казбека и Алибек подарили его незадолго до трагедии. 8 марта, в день своего рождения. Ну и вот я вас не увидела. Это за два года еще, что камешек с кольца выпал. Я проснулась, очень нервничала. Поняла, что это какой-то нехороший знак. Ну, списала на что-то, ну, какие-нибудь мелочи. И только потом, когда все это случилось, Алибек мне сказал, мама, этот подарок мы тебе не вместе покупали. Это он сам со своей зарплатой покупал. Это когда я поняла, что... Профессиональная деятельность, основная версия силовиков. Через час после убийства, мощная информационная волна. Улыбка Казика на всех телеканалах. Не просто сочувствие. Знак журналистской солидарности. Я слишком широко улыбаюсь. Они подумают, что они искренне. Страна поверила. Расследование тут же взяли под контроль главы МВД, Следственного комитета и президент России. Через пять дней назвали имя первого подозреваемого. Участник незаконных вооруженных формирований Зейтун Базиев. Чуть позже определили второго. Иная Табухов. По данным правоохранительных органов, оба проходили еще по нескольким уголовным делам. На след вывела баллистическая экспертиза. Два месяца спустя Базиев оказал сопротивление при задержании и был убит. Табухов до сих пор в розыске. Версию о заказном характере убийства следствие считает несостоятельной. Мы считаем, что Базиев сам организовал данное преступление, вовлек в него Табухова. И они вдвоем именно совершили это нападение. Чтобы не установили его сотрудники правоохранительных органов, он не привлекает много лиц, не распространяется о том о готовящемся преступлении. То есть подготовка идет скрытно. Чем меньше лиц знают о том, что он готовит это убийство, тем больше вероятности то, что оно состоится. Доказательная база, считает следствие, сомнений не оставляет. Уже сейчас уголовное дело насчитывает 100 томов. Сроки окончания расследования пока не называются, даже примерные. Ждут результатов нескольких сложных экспертиз, в том числе генетических. И главное, задержание Табухова. Рано или поздно его найдут. Вот только в эфире больше не будет ярких сюжетов и остроумных стендапов Казбека. Якутский головной убор, татарский чапан и типичная балкарская внешность. Ничем не символ народного единения. Не будет звучать его чистый, литературный балкарский. Продиции, обычаи, все связанное с его народом, это для него было на первом месте. Он мог даже такие вот сочинения писать, настолько он насыщенно писал свои сочинения, что я вот читала и удивлялась. Он это не выписал, потому что вот этого нигде нету. Значит, вот он сам полон вот этим, вот этой любовью к своему народу. И у него всегда они получались исключительные. Он родился 8 марта, в день, когда в 44-м по приказу вождя народов началась депортация балкарцев в Среднюю Азию. Убит 5 декабря, в день Сталинской Конституции. Казбек Гекиев, ведущий программы «Вести Кабардино-Балкария». Уже две недели идут активные обсуждения.